всем привет с вами кекс и сегодня в моих закромах нашелся не побоюсь того слова просто гениальный рецепт тыквенных маффинов с черникой мега вкусный просто волшебный тыквой не пахнет поэтому попробуйте для начала я взяла тыкву и запекла ее в микроволновке можно это сделать в духовке у меня в микроволновке это заняло где-то минут 15 это под крышечкой накрыла чтобы она пропарилась и потом перебила в блендере можно перетереть через сито можно толкушкой перед перетолкти то есть смотрите сами как вам удобно чтобы сделать для этого пюре дальше мне нужно масло 110 грамм не нужно его растопить топите его тоже буду в микроволновке поэтому вот отвесила 110 грамм и отправляю это все добро в микроволновку топиться чтобы потом мне было смешать рецепт этих маффинов мега быстрый реально все смешивается и готовится в течение пяти минут не считая запекания тыквы у меня вот такие вот остались старые формочки для кексов и я в них пораскладывала бумажные вставочки чтобы мои кексы не приставали хотя они так отлично на самом деле отходят теперь пока у меня плавится масло я могу отвесить и муку все сухие составляющие которые мне нужно будет смешать отдельно я отвешу сейчас это есть я сейчас просею муку и в муку я добавлю немного корицы и добавлю разрыхлитель так как я скажу не сильный фанат корицы но в принципе признаю ее выпечки но не люблю когда ее много поэтому добавлять буду чуть чуть меньше написано в рецепте у меня одну чайную ложку корицы я добавлю где-то у меня здесь будет пол чайной ложки но аромат ее будет слегка чувствоваться будет очень такая интересная нотка дальше я сюда же сразу добавляю чайную ложку разрыхлителя это все у нас сухие составляющие это мы перемешаем до однородности и пока мы отставим это мы будем вводить потом в общую массу теперь теперь нам нужно взять отвесить сахар и в сахар мы уже будем добавлять яйца масло тыквенное пюре в общем смотрите я брала здесь 100 грамм масла для меня это ой масло господи простите я здесь добавляла 100 грамм сахара можно в рецепте написано тире 140 кто любит слаже пожалуйста мне 100 грамм было с головой достаточно сюда же вы видели я влилась чашечки растопленное масло добавляю быстренько 2 яйца и сюда же всыпаю ванильный сахар чашечка в которой у меня топилась масло сейчас сразу а кстати сюда же добавляю маленькую щепотку соли придает богатство вкуса так сказать и буду сюда же гасите соду соды нам нужно пол чайной ложечки у меня в стандартном рецепте написано и не гасить но я не люблю когда есть привкус соды поэтому капельку уксуса я добавляю перемешиваю быстренько чтобы она погасилась и сразу добавляюсь в общую смесь не люблю когда пахнет содой сода даст большие пузырики нашему тесту разрыхлитель очень мелкие пузырики чашка в которой топилась у меня масло сразу сюда же и насыплю тыквенное пюре у меня чашка 300 граммовая но нам нужно 200 как бы 200 граммовый стакан было насыпать поэтому я насыпала чуть меньше но смотрю тыквенное пюре такое красивое ароматное я решила добавить еще так по ложечке чуть-чуть она на самом деле роли не сыграет но цвет будет замечательный именно от тыквы ставлю это все перемешиваться блендером не на сильно большую скорость я взяла не венчик а такой как я его называю полу венчик просто до момента практически растворения сахара вот и после того как сахар уже практически растворился начинаю вводить муку принципе здесь потихоньку потихоньку на конце шурухнула всю муку и все и пускай она перемешивается здесь никаких комочков не будет у меня благодаря этому венчику вы можете это делать и ложкой но тогда добавлять муку по чуть-чуть можете венчиком перемешивать тесто не будет очень густое теперь посмотрите какой вот у меня тесто вышло вот она не сильно густой но как бы бисквитная такой очень красивая консистенция у него получается теперь я возьму чернику черника у меня замороженная сразу я беру с морозилки она у меня заранее была промыта перед морозилкой и посыпаю ее вот так вот мукой замороженной чернике мука отлично прилипает обволакивая ее и я быстренько перемешала чтобы все у меня покрылась мукой и кидываю тесто благодаря муке наша черника не опадет на дно распределиться внутри теста равномерно буквально пару раз я перемешиваю чтобы не поплыла моя черника и не покрасилась мое общее пюре фиолетовый цвет и формочки заполняю на две трети из этого количества получится где-то 12 кексов вот где-то 12 кексов духовка у меня разогрета где-то 170 180 градусов отправляют на 20-25 минут в духовку до приобретения сверху такого красивого золотистого цвета и на всякий случай проверяю деревянной шпажкой или зубочисткой на сухость прокалываю достаю и пробую чтобы сухое было не было непропеченного теста вот такие вот они слегка подзолотили сверху и очень красивый пахнут просто сумасшедший запах на всю квартиру вот так вот быстренько достаю чтобы они не переставили не грелись у меня там моих формочках благодаря бумажным подставочкам они отлично отходят вот получились вот такие вот превосходные очень ароматные тыквы вообще не пахнут просто сумасшедшие вкусные кексы сверху вот украсила их немножечко кремом вот спрашивайте вдруг будут вопросы попробуйте обязательно очень очень вкусно ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал а с вами был кекс до новых встреч пока пока